Мы знаем об орта, мета и пара ориентантах. Посмотрим, что будет при наличии нескольких заместителей. Посмотрите на первое уравнение. Это реакция галогенирования. Мы пытаемся присоединить к циклу хлор. Вопрос в том, куда именно. Для этого нужно проанализировать заместители и их ориентирующее влияние. Начнем с метильной группы. Мы знаем, что это орта и пара ориентант. Она направляет хлор в положение орта и пара. Вот орта положение. И вот орта положение. Одинаковые симметричные положения в молекуле. Пара положения занята этой нитрогруппой, поэтому ничего туда добавить нельзя. Давайте рассмотрим нитрогруппу и ее ориентирующее влияние. В прошлом ролике я объяснял, что это мета-ориентант. Относительно нее в мета-положениях находятся те же атомы углерода, которые мы отметили ранее, слева и справа. В этом случае оба заместителя способствуют одному и тому же. Давайте нарисуем результат реакции. Вот бензольное кольцо, вот заместители, метильная группа и нитрогруппа. Теперь давайте выберем один из выделенных атомов углерода. Неважно, какой именно. Получится один и тот же продукт. Хлор присоединяется в одном из этих положений. Орто для метильной группы, мета для нитрогруппы. Здесь возможен только один продукт реакции. Возьмем другой пример, второе уравнение реакции. Очевидно, что это реакция сульфирования. Присоединим к бензольному кольцу группу SO3H. Вопрос вновь в том, куда именно. Нужно вновь проанализировать заместители. Начнем с группы OH. Это орто и пара ориентант. Запишем орто и пара. Найдем эти положения в бензольном кольце. И вновь орто положение здесь и здесь. Симметрично с двух сторон. Пара положения занята, там метильная группа. Давайте проанализируем ее влияние. Возьму для этого другой цвет. Это также орто и пара ориентант. Запишем орто и пара. Вот орто положение. Вот второе орто положение. Симметрично и одинаково. Пара положения занята группой OH. И теперь заместители способствуют присоединению в разных положениях. Чтобы понять, кто из них победит, сравним активирующую силу двух ориентантов. Более сильный активатор и будет действующим ориентантом. Более сильным активатором является, конечно, группа OH. Это очень сильный активатор. А метильная группа-активатор слабый. Я об этом говорил ранее. Следовательно, группа SO3H присоединится в одном из симметричных положений. Давайте нарисуем продукт реакции сульфирования. Сперва рисуем бензольное кольцо. Как-то кривовато. Сделаю получше. Вот бензольное кольцо. Вот группа OH. Вот метильная группа. Так как группа OH сильнее, как активатор, группа SO3H присоединяется в ортоположение по отношению к гидроксильной группе. Таким будет продукт реакции. Возьмем еще один пример. Рассмотрим это уравнение реакции. Сразу видно, что это реакция галогенирования, а именно — хлорирование. Давайте вновь проанализируем заместители. Вот метильная группа. И это орто- и пароориентант. Отметим орто- и пароположение относительно метильной группы. Вот ортоположение. Вот ортоположение. Вот незанятое пароположение. Сюда может присоединиться хлор. Кроме метильной группы есть и другой заместитель — это хлор. Галогены также являются орто- и пароориентантами по причине наличия у их атомов неподеленных электронных пар. Хлор — орто- и пароориентант. Где орто- положение для него? Вот орто- положение. Вот орто- положение. Вот еще одно. Как видите, возможны различные продукты реакции. Так что давайте нарисуем их все. Сначала рассмотрим присоединение хлора в этом положении. Нарисуем результат. Вот бензольное кольцо. Вот метильная группа. Вот хлор. Пусть хлор присоединяется вот в этом положении. Теперь следующее положение и следующий возможный продукт реакции. Давайте нарисуем, что получится. Это опять бензольное кольцо. Опять метильная группа. Опять хлор на прежнем месте. И присоединяем хлор сюда. И, наконец, последний возможный продукт реакции в случае присоединения в этом положении. Однако попытка присоединения сталкивается с истерическим затруднением. Метильная группа довольно большая, как и атом хлора. Еще одному атому трудно влезть. Присоединение сюда почти невозможно, поэтому такой продукт не образуется. Итак, у этой реакции есть два основных продукта. Анализируя ориентирующее влияние нескольких заместителей, сперва определите, каким направлением они способствуют. Затем сравните активирующую силу. А потом рассмотреть истерические затруднения в продуктах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...